На стеллах история двух сел – Голицыно и Лесное. Теперь у жителей этих отдаленных от центра города населенных пунктов будет свой уютный сквер. Его уже начали обустраивать на улице Батайская рядом с детской площадкой и школой. Установили каменные стеллы, завезли щебень, плитку, провели разметку новой зоны отдыха. Распределили на три зоны. Это нижняя часть, это детская площадка вместе с воркаутом, которые были установлены ранее. Второй ярус у нас именно сквер со стеллами. И третий ярус – это непосредственно для вот этого спортивного объекта, который в перспективе может быть и как местом для проведения каких-то торжественных мероприятий, чтобы все находилось рядышком, было максимум комфортно. Комфорт будут создавать аккуратно уложенная плитка, удобные лавочки и аллея деревьев. Ну а раньше на этом месте стоял аварийный барак. Его жители расселили, а территорию решили превратить в зеленый уголок. К работе подключились все – и местные власти, и депутаты, и предприниматели, и общественники. Благодарность каждому на отдельной стеле. Валентина Плотникова каждый день гуляет здесь со своим внуком. Говорит, что сквер просто необходим сразу двум поселкам – Голицыное и Лесное, где проживает порядка двух тысяч человек. Эта площадка нам не только нужна, необходима просто. Детей у нас много и собирается очень много. И малышня вся бегает, и давно ждем стадион. Жители с нетерпением ждут, когда мы закончим строительство. Но они ждут как? Они ежедневно принимают участие. Приходят со своим инструментом, шансом, лопаты, тачки и другие землированные устройства. И не то, что помогают, а именно строят совместно с нами этот сквер и волейбольную площадку. Сегодня на стройплощадку завезли саженцы деревьев. Высаживать их помогут студенты. А еще они грузят щебень, ровняют территорию, работают лопатами. Признаются, что эта работа только в радость. Здесь они совмещают приятное с полезным. И для общества, и лично для себя. Это наша дипломная работа. Хочется, чтобы после нас, после РУДН, мы четвертый курс садового парка ландшафтного строительства. Хочется, чтобы после нас осталась память, и чтобы людям было приятно здесь находиться. Новый сквер станет подарком селянам ко дню города. Правда, к праздничной дате новый уголок открыть не успеют. График сбили дожди. Поэтому открытие стоит ждать только в декабре. Кстати, новый сквер расположен по дороге к популярным объектам показа – Скайпарку и Троице Гергиевскому женскому монастырю. Так что сквер может стать местом отдыха не только местных жителей, но и туристов.